Дорогие друзья, и вы снова на канале «Хочу всё знать». Сегодняшнее видео будет посвящено знаменитым армянам, оставившим свой след в истории. На протяжении всего видео будет играть музыка моего хорошего друга, заслуженного артиста Российской Федерации, кларнетиста Михаила Мерзабекова. Надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра! И начинаю я сегодня с Александра Монташева, российский нефтепромышленник, крупный меценат и филантроп, один из богатейших людей Российской империи. Являлся одним из крупнейших домовладельцев Тифлиса, владелец нефтепромышленного торгового общества Монташев и Кампани. Энергичный, предприимчивый, чуткий ко всему новому и вместе с тем великий патриот Александр Монташев всю свою жизнь прекрасно осознавал то, что сегодня называется социальной ответственностью бизнеса. Заработанные миллионы не вскружили ему голову. По свидетельствам современников, он всегда оставался внимательным к нуждам простых людей. Сам же в Тифлисе даже избегал пользоваться собственным экипажем, предпочитая передвигаться пешком или, в лучшем случае, на трамвае. Не любил афишировать свое богатство. Золото и драгоценности не носил, позволял себе только живой цветок в нагрудном кармане пинжака. Кирк Керкориан. Американский предприниматель, миллиардер армянского происхождения, президент и владелец холдинговой компании Trosinda Corporation со штаб-квартиры Берли-Хиллс, Калифорния. Согласно журналу Forbes, общее состояние Керкориана в 2007 году оценивалось 18 миллиардов долларов. Седьмое место в списке Forbes. Был известен как один из основных бизнес-фигур Лас-Вегаса и как отец мега-курорта. 40% отелей и казино в Лас-Вегасе принадлежало Кирку Керкориану, являлся одним из богатейших жителей Берли-Хиллс. В 2004 году был удостоен звания национальный герой Армении и получил орден Родина. Шарь Азнаур. При рождении Шахнура Бахинак Азнавурян. Французский шансонье, композитор, поэт, писатель и актер армянского происхождения. Национальный герой Армении. Азнаур написал около 1300 песен, сыграл в 60 фильмах, продал более 200 миллионов дисков. Согласно совместному опросу журнала Time и телеканала CNN, Азнаур признан лучшим эстрадом исполнителем 20 века. Внесен в зал славы песенных авторов. С 5 мая 2009 года и до своей смерти являлся послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН. Последние 40 лет жизни прожил в Швейцарии. Был подвергнут критике во Франции за публичное заявление о недовольстве планами французского правительства ввести 75-процентный налог для людей, чьи доходы превышают 1 миллион евро, и запережь в Швейцарию по этой причине. До момента смерти продолжал активную концертную деятельность. За 85-летнюю карьеру Азнаур выпустил 294 альбома и провел 1100 концертов в 94 странах мира. Иван Айвазовский Иван Константинович Айвазовский, Ованес Айвазян, русский художник, маринист и баталист, коллекционер, меценат, живописец главного морского штаба, действительный тайный советник, академик, почетный член Императорской академии художеств, почетный член Академии художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарде. Один из величайших маринистов в истории. По национальности армянин. Отец Константин Георг Григорьевич Айвазовский. Мать Рипсеме Айвазян. Рустам Раза. Мамлюк, телохранитель, оруженосец императора Наполеона. По национальности армянин. Как писал в своих воспоминаниях, родился в армянской семье, жившей в Грузии. Был назван Рустам. Шестой ребенок карабахского купца Рустама Унана. Микоян Артем Иванович. Знаменитый советский авиаконструктор. Глава конструкции его бюро МИК. Генерал-полковник инженерно-технической службы. Академик Академии наук СССР. Артем Микоян является одним из родоначальников реактивной авиации в СССР. Виктор Амбарчумян. Армянский советский астрофизик. Астроном. Один из основоположников теоретической астрофизики. Основатель школы теоретической астрофизики в СССР. Академик Академии наук СССР. Академик Академии наук Армянской ССР. И ее президент. Президент Международного астрономического союза с 1961 по 1963 годам. Баграмян Иван Христофорович. Иван Христофорович Баграмян родился 20 ноября 1897 года в селе Чардахлы на Горный Карабах. Советский военачальник. Во время Великой Отечественной войны командовал Первым Прибалтийским и Третьим Белорусскими фронтами. Маршал Советского Союза. Дважды Герой Советского Союза. Член ЦК КПСС. Эрмяни Сулейман Паша. Эрмяни Сулейман Паша известен как Дамат Сулейман Паша, политический деятель Османской империи, армянин по национальности. Великий визирь Османской империи с 19 августа 1655 года по 28 февраля 1656 года был женат на Османской принцессы Айше Султан, дочери Султана Ахмеда I. Армения – это древняя цивилизация. Это подтверждают и многие историки античности. История древней Армении насчитывает не одну тысячу лет, а сами армяне жили задолго до возникновения наций современной Европы. Они существовали и до появления античных народов – римлян и эллинов. Доктор Буги, известный норвежский ученый, филолог и лингвист, считает, эртрусский язык – диалектом армянского. Некоторые ученые также видят в аэроратском искусстве, архитектуре, языке и культуре в целом следы родства с эртруссками итальянского полуострова. Гора Арарат Вера в то, что норвежский ковчег по сей день находится на вершине Арарата, отражена еще у Иосифа Флавия, который в первом веке нашей эры писал, что одну часть корабля можно обнаружить еще и сегодня в Армении. Там люди набирают смолу для изготовления амулетов. Армяне называют это место причалом, где ковчег остался лежать на веке, и показывают сохранившееся до сегодняшних дней его участие. Марко Поло, проезжавший в 15 веке мимо горы Арарат, писал, «Вы должны знать, что в этой стране Армении на вершине высокой горы покоится новый ковчег, покрытый вечными снегами, и никто не может туда на вершину забраться, тем более, что снег никогда не тает, а новые снегопады дополняют толщину снежного покрова. Вера в то, что вершина Арарата недосягаема для человека, существовала даже после того, как в 1829 году профессор Кепского университета Йоганн Фридрих Парат покорил вершину Арарата, которая на тот момент была частью Российской империи. Двое из сопровождающих Парата армян после восхождения утверждали, что поднялись на большую высоту, но не на вершину. Только с третьей попытки шестеро самых стойких и храбрых членов экспедиции достигли вершины горы. В 3 часа 15 минут 27 сентября 1829 года Хачатур Абовян, будущий классик армянской литературы, установил на вершине полутораметровый крест, который принес на собственной спине. Хачатур Абовян включен в состав экспедиции как переводчик и проводник. Но в ковчег на горе Арарат начали искать очень активно с наступлением 20 века. Потрясающие открытия делались как с земли, так и с неба. 1943 год. Шпионский самолет с американскими пилотами на борту сделал снимок горы Арарат. На нем запечатлены очертания объекта, схожего с ковчегом. Снимок опубликовали в военной газете. До наших дней он не сохранился. В 1949 год. Во время секретной операции на территории Турции снова были сделаны снимки непонятного объекта. ЦРУ засекретила фотографии и рассекретила их только в 1995 году. Объект получил кодовое название «Араратская аномалия». Он был расположен на высоте 4275 метров над уровнем моря на северо-западном склоне Арарата. 1953 год. С высоты 30 метров с вертолета американский нефтяник Джорджи, Джефферсон, Грин в том же районе сделал несколько четких фотографий большого корабля, вросшего в горные породы и лед. После смерти бизнесмены оригиналы снимков загадочным образом исчезли. 1999 год. Сделаны снимки со спутника Иконос-2. Также виден странный объект. Он запечатлен на северо-западном склоне горы. Его длина равна 183 метрам. 2003 год. Космический спутник Quick Bird сделал снимки горы Арарат. В апреле 2004 года на проходившей в Вашингтоне пресс-конференции доктор Даниэл МакГивард сообщил, что при изучении снимков, полученных со спутника на это ушел год, ученые увидели известную ранее Араратскую аномалию на высоте 4725 метров над уровнем моря, но разрешение на наземную экспедицию ученую турецких властей не получили. Исторически Арарат принадлежал армянскому народу. Однако в итоге войны между Арменией и Турцией в 1920 году и московского договора между СССР и Турцией, Арарат стал частью Турции. Если присмотреться к гербу Армении, то на вершине Арарата можно увидеть новый ковчег, который, согласно Библии, остановился в 7-м месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских. В ответ на протест турецкого правительства против того, что на гербе Армянской СССР изображен Арарат, не являющийся частью Армении, нарком иностранных дел ФССР Георгий Чеченин ответил, на флаге Турции изображен полумесяц, но Луна не является частью Турции. Дорогие друзья, и вновь пришло время прощаться. Вы были на канале «Хочу все знать» и с вами была я, Элла. Надеюсь, вам понравилось это видео. Еще раз напоминаю, что на протяжении всего видео играет заслуженный артист России кларантист Михаил Мерзабеков. Если вам понравилось, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться на канал. Благодарю. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»